всем привет это эффект призм сегодня мы с вами поработаем с масками и 3d пространство для того чтобы создать вот такие анимированные титры в бесплатной версии двери через зол ну что давайте начнем берем пустую фьюжн композицию перетаскиваем ее на таймлайн и переходим во фьюжн теперь открываем медиапул и у меня уже была заготовлена вот такая картинка дабы не нарушать ничьи авторские права я сгенерировал ее в стайбл дифьюжн медиапул можно закрыть итак я собираюсь разделить эту картинку на 4 плана можно сделать и больше для более интересного эффекта но я думаю 4 будет достаточно я вам покажу принцип вы если хотите можете сделать больше плана следовательно так как у меня будет 4 плана соответственно мне нужно четыре копии этой картинки поэтому я нажимаю control c control в control в и control в таким образом получаем 4 копии теперь давайте получим первый план первый план я думаю сделать это вот эти горы захватим вот этот небольшой хребет и вот так давайте перетянем в рабочую область ноду полигон и обведем необходимый нам план первая маска готова подключаем ее к media in 1 и получаем вот такую конструкцию это будет наш первый план нам осталось теперь отделить 2 3 а 4 план отделять не придется потому что 4 план нам нужно будет принципе только небо поэтому эту картинку можно оставить как есть итак для второго плана я думаю что у нас будет вот этот хребет итак давайте его также обведем и в конце здесь можно просто вот так маску замкнуть подключаем маску к к второй картинке и получаем вот такую конструкцию и теперь давайте отделим третий план это будет самая большая гора вот это на заднем плане итак давайте эту маску тоже подключим к картинке теперь нам надо добавить 4 имидж плейна вот так они у нас сразу соединились ноды мерч 3d это нам и нужно и теперь каждому из этих четырех имидж плейнов давайте подключим наши картинки с масками вот так и можно сразу добавить ноду камера 3d потому что в любом случае она нам понадобится это же ее подключим в левый вьювер выводим ноду мерч 3d и смотрим что у нас тут получается так давайте сразу же отодвинем камеру в любом случае она должна будет стоять подальше теперь давайте возьмем самый задний план это картинка которую мы никак не менялись с помощью маски давайте отодвинем ее подальше смотрите чем шире вы раздвинете разные планы тем сильнее будет проглядываться эффект параллакса поэтому двигайте в зависимости от того какой вы хотите получить эффект я допустим пока отодвину вот на такое расстояние может немного подальше дальше предпоследний план самой большой горой вот так где-то приблизительно второй план пусть будет вот так теперь давайте выведем ноду мерч 3d и в правый вьювер но в правом ювере давайте включим отображение через камеру для этого нажимаем правой кнопкой во вьювере камера и выбираем камера 3d вот пока такую картину мы имеем совсем не то что мы хотим но ничего страшного сейчас мы все это исправим во первых смотрите у нас даже первый план не совсем влазит в ракурс поэтому давайте камеру отодвинем еще дальше так чтобы у нас полностью влазил первый план теперь берем второй план и увеличим его в инспекторе переходим во вкладку трансформ и делаем второй план больше примерно так теперь третий план с горой ну же там гора да также увеличиваем вот так смотрите видите мы увеличили и у нас просматривается копия той горы которая у нас уже есть в другом плане поэтому увеличиваем так чтобы они совпали так чтобы ее не было видно вот так и теперь берем последний план и также увеличиваем чтобы заполнить пространство там где должно быть небо ну или до полного совпадения некоторых объектов видите здесь по бокам тоже есть одинаковые объекты заполнили все супер теперь переходим в последний кадр у нас как будет выглядеть анимация у нас будет немного приподниматься камера давайте для начала ее настроим выделяем камеру переходим в трансформ и здесь нажимаем галочку use target это цель в которой будет смотреть камера как бы мы ее не передвигали вот смотрите я сейчас включил таргет давайте сразу его подвину туда куда нужно то есть это будет центр последнего плана приблизительно вот так и смотрите я камеру подымаю а она все равно смотрит на таргет вот для этого и используется эта функция и так в последнем кадре у нас камера будет немного приподнята вот допустим так и теперь давайте исходя из этого положения камеры мы и настроим наши планы и так берем второй план переходим в трансформ и по вертикальной оси то есть по y опускаем до совпадения вот этого центрального хребта который находится вот здесь вот так теперь то же самое делаем со следующим планом вот так и то же самое самым последним планом опускаем так чтобы не было видно ненужных деталей вот еще немного задний план увеличим вот так вот и подогнали супер картинка смотрится отлично теперь переходим в самый первый кадр на секунду в последнем кадре на в инспекторе камеры во вкладке трансформ ставим ключевой кадр напротив параметра y translation y и теперь переходим в первый кадр и давайте камеру опустим немножко вот так чтобы снизу не было видно других слоев и смотрите если проиграть анимацию то у нас получается вот такой эффект это и есть эффект параллакса и так а теперь давайте добавим текст для того чтобы все это выглядело интереснее я немного наведу порядок в нодах для того чтобы все это было читабельнее берем ноду текст 3d и пишем в ней то что вы хотите я напишу горный пейзаж и так же подключаем ее в ноду merge 3d вот так теперь нам нужно отодвинуть этот текст туда куда мы хотим его поставить я его хочу поставить за вторым планом или все таки за первым за первым планом вот так давайте уменьшим его размер чтобы он помещался ну пусть немножко будет перекрыт горными хребтами допустим вот так и теперь давайте так же его проанимируем но сначала поменяем ему цвет я думаю что цвет давайте мы сделаем вот такой оранжево-коричневый чтобы он перекликался с некоторыми красками в кадре пусть будет так ну и к тому же он будет контрастировать со своим фоном теперь приступаем к анимации текста переходим в нулевой кадр выделяем ноду текст 3d и по y опускаем его так чтобы его не было видно совсем ставим ключевой кадр переходим в последний кадр и теперь поднимаем на тот уровень на который вам необходимо пусть будет пусть будет вот так чтобы было немного перекрыто горными хребтами как я и говорил выше для того чтобы смотрелось просто немного интереснее давайте проиграем анимацию очень даже неплохо получается но для того чтобы смотрелось это интереснее интереснее реалистичнее немножко давайте сделаем следующее тут выберем show only selected tool выберем ноду текст 3d y offset нажимаем эту кнопку для того чтобы у нас отобразились все ключевые кадры которые есть выделяем и нажимаем на клавиатуре кнопку s либо же вот эту кнопку smooth и таким образом сглаживаем анимацию здесь можно подредактировать кривые например если мы вытянем ее вот так то тогда перед тем как полностью остановиться в верхней точке текст будет очень долго притормаживать то есть основка будет очень-очень плавной а здесь он стартанет и достаточно быстро наберет скорость тут редактируйте на ваше собственное усмотрение в зависимости от того какой эффект вы хотите добиться и то же самое давайте сделаем для камеры для того чтобы она не так грубо ехала а тоже немного более плавно и смягчаем вот так все теперь анимация у нас более плавная теперь нам нужна нода render 3d подключаем подключаем выход ноды merge 3d в render 3d и подключаем это все в media out давайте выведем media out выглядит пока неплохо и в ноде render 3d давайте включим motion blur для того чтобы у нас движение размывалось и так будет смотреться еще интереснее давайте после ноды render 3d добавим ноду light race у нас тут есть освещение и давайте пусть лучики от этого освещения у нас проходят сквозь буквы так будет смотреться я думаю поприкольнее давайте поставим этот источник света как бы за кадром за вот этим облачком и немного до настроем soften убираем в ноль brightness это яркость тоже нам такая яркая не надо давайте вот так сделаем и длину на максимум и смотрите вот это у нас с light race а это без видите вот здесь видно как падают лучи смотрятся почти как настоящие а сейчас давайте для того чтобы сделать картинку еще более живой добавим движущиеся облака для этого нам понадобится нода fast noise и еще один image plane давайте выведем ноду fast noise в левый вьювер и немного настроим давайте увеличим scale уменьшим details немного поднимем контраст brightness можно наверное уменьшить подключаем это дело к image plane а image plane также к ноде merge 3d так но давайте сделаем так что опять же fast noise у нас будет точнее эти движущиеся облака будут не на переднем плане а мы их спрячем давайте даже за второй план вот так теперь image plane во вкладке transform давайте увеличим прям можно сильно увеличить вот так так fast noise давайте все таки scale сделаем чуть побольше пусть будет вот так и в первом кадре давайте не по y а по оси x сместим ну где-то вот так и в последнем кадре пусть будет так и давайте немного сделаем seed rate для того чтобы этот fast noise был таким живым как будто бы бурлил и вот теперь точно все теперь давайте перейдем на вкладку edit дождемся пока закешируется наша анимация и посмотрим что получилось мне кажется выглядит отлично естественно этот прием можно использовать не только с горным пейзажем но и с любой другой картинкой или фотографией в которой присутствуют несколько планов на которые эту картинку или фотографию можно разделить я надеюсь видео вам понравилось спасибо большое за просмотр всем пока